Девушки отдыхают Но давайте на минутку перестанем восторженно ахать и попытаемся разобраться, что же такое эти цветные взрывы. Хотя салюты и фейерверки считаются символом праздника, у них гораздо больше общего с символами разрушения. Ведь по сути дела это просто хорошо контролируемые бомбы, в которые добавлено немного цвета для красоты. Поскольку фейерверки всегда устраиваются ночью, вряд ли вам приходилось видеть, где рождаются эти цветные взрывы. Вот это место, стационарная пусковая установка. А это странная штуковина-снаряд для фейерверка. Но как из этого получается это? При изготовлении бомб, пуль и фейерверков необходимо какое-то взрывчатое вещество. Для фейерверков лучше всего подходит черный порох. Это великолепная взрывчатка. И в средстве ее эффективности производство фейерверков является опасным делом. Это фабрика ручного производства фейерверка в Папино-Вилле, провинции Квебек. Обратите внимание, что она расположена не в одном большом здании, а в маленьких отдельно стоящих домиках. Это сделано для того, чтобы в случае взрыва пострадало только одно здание, а не вся фабрика. Рабочие стоят на специальных антистатических ковриках. А к их обуви прикреплены металлические скобы. Это препятствует образованию статического электричества, которое могло бы вызвать искру, приводящую к взрыву. Но снаряд для фейерверка это не просто мешок с порохом. Если снять эту бумажную оболочку, внутри можно увидеть следующее. Несколько пластмассовых отсеков, склеенных вместе, а внизу мешочек с порохом. Этот мешочек называется подъемным зарядом, поскольку благодаря ему снаряд взлетает в воздух. Но функция черного пороха ограничена, он способен только взрывать. Откуда же берутся все эти красивые цвета? Рассмотрим принцип действия ручной гранаты. Граната – это металлическая оболочка, внутри которой находится взрывчатое вещество. Когда выдергивают чайку, взрывчатка детонирует, и оболочка разрывается. Именно это делает гранату столь смертоносной. Не сама взрывчатка, а кусочки металла, которые разлетаются во все стороны. Так же действует и снаряд для фейерверка. Если открыть один из его отсеков, мы найдем там смесь черного пороха с вот такими кусочками. Это пиротехнические ракеты. И вот их назначение. Когда порох в отсеке взрывается, ракеты загораются. И разлетаются по воздуху, как шрапнель от гранаты. Именно эти горящие ракеты являются источником разноцветных светящихся следов, которые мы видим во время салюта. Но как добиться, чтобы ракеты давали нужный цвет? Здесь в силу вступает знание химии. Дело в том, что некоторые химические вещества при горении дают разные цвета. Например, барий горит зеленым пламенем. Стронций — красным. Натрий дает желтый цвет. А медь — синий. Если же вам нужен яркий белый свет, подожгите магний или алюминий. Итак, вернемся на фабрику. Пиротехнические ракеты делают смешивые химические вещества для получения нужных цветов. Размер ракет тоже имеет значение. Чем больше ракета, тем дольше она горит, и тем длиннее след, оставляемый ею в небе. Итак, порох взрывает снаряд, а ракеты дают огнем цвет. Но существует еще один важный момент. Время. Нужно добиться, чтобы снаряд разорвался в небе, а не на земле. За это отвечает запал. Возможно, вы удивитесь, когда узнаете, что у каждого снаряда не один запал, а несколько. Давайте посмотрим, как все происходит. На примере вот этого снаряда. Сначала его помещают в трубу, называемую мортирой. Ее диаметр имеет большое значение. Если труба слишком широкая, взрывная волна окружит снаряд, и он не сможет взлететь на нужную высоту. Если же она слишком узкая, снаряд может заклинить, и взрыв произойдет прямо на земле. А это очень опасно. Поместив снаряд в мортиру, поджигают основной запал, который должен взорвать порох, находящийся в мешочке на дне снаряда. Взрыв поднимает снаряд в воздух. Одновременно с этим он поджигает второй запал, соединенный с первым отсеком. По мере того, как снаряд поднимается, запал продолжает гореть и, наконец, достигает первого отсека, наполненного красными ракетами. Но на этом работа снаряда не заканчивается, поскольку при взрыве первого отсека загорается следующий запал. Он горит еще одну-две секунды и взрывает второй отсек, наполненный золотыми ракетами. Но и это еще не все, потому что второй отсек, взрываясь, поджигает вот этот запал, соединенный с последним отсеком, который, в отличие от первых двух, наполнен не ракетами, а порошком магния. При взрыве этой смеси мы получим громкий взрыв и осклепительную вспышку белого цвета. Таким образом, одного снаряда хватает на три взрыва, точно рассчитанных по времени благодаря действию запалов. Зрелищность фейерверков зависит от разнообразия цветов и узоров. Давайте рассмотрим снаряды поближе, чтобы понять, каким образом их изготовителям удается добиться этой красочности. Например, если просто перемешать ракеты неправильной формы с порохом, получится хаотичный взрыв. Примерно вот такой. Если взять ракеты в форме шариков, расположить их по кругу, получится очень симметричный взрыв. Вот такой. А можно поместить несколько маленьких снарядов внутри большого, тогда мы получим серию последовательных быстрых взрывов. Количество взрывов и их узор целиком и полностью зависят от фантазии дизайнера. Остается удивляться, какое разнообразие фейерверков можно получить благодаря небольшому количеству химикатов и пороха. Пытливые умы. Некоторые вещества при горении попробуем еще разок. Как добиться, чтобы ракеты при горении давали нужный цвет? Тут нам пригодится знание химии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА